Конькобежец-спринтер Роман Керчь Стены чернеют от плесени, двери не закрываются и уже треснул фундамент. За такую халтуру застройщики уже получали особую благодарность от местных жителей год назад при заселении. Такая правительственная поддержка молодых спортсменов больше походит на издевку. Однако сам Роман Шумиху поднимать не стал и комментариев не дает. Судя по его словам, он вполне доволен новым жильем. Впрочем, понять его можно, ведь еще недавно Керчь мог оказаться на улице. Дом, в котором он проживал раньше, хотят снести, а на его месте возвести элитную многоэтажку. Владельцем жилища числится дядя спортсмена, поэтому и альтернативное жилье предлагают только ему, а остальных попросту выбрасывают на улицу. Получилось так, оформлен дом по документам на моего брата. То есть я, при том, что я здесь прописана, и дети мои здесь родились, я прав, оказалась я бесправна. Вот дают брату моему однокомнатную квартиру в жилом комплексе, в доме, в мечте. А моя семья и я, ничего, остаемся на улице просто. История с выселением в никуда развернулась аккурат в дни олимпийских соревнований. От Романа семья тщательно скрывала неприятное известие. Все началось около трех недель назад, но в это время я как раз выступал на олимпийских играх. И мои родные держали от меня в секрете эту новость, чтобы не беспокоить меня, не отвлекать. Ну, по приезду в Астану мне сообщили. Сегодня Роман мужественно молчит о предательстве родины, делает ремонт в аварийной квартире и продолжает тренироваться, надеясь однажды завоевать первое место. Может быть, тогда отчизна сможет оценить его старания по достоинству. А в первые дни после Олимпиады, узнав, что он сродню остался без крыши над головой, конькобежец в отчаянии написал в Фейсбук. Не знаю, что-то странное происходит у нас в последнее время, а именно в первые два месяца нового 2014-го. А сейчас из родного дома пинками и матерками выселяют. Сижу я в гостинице в Астане с тремя сумками спортивной экипировки после очередного полугодичного странствования по миру во имя защиты в мирное время, чести и достоинства родной страны на спортивных аренах и думаю, где мой дом? В итоге власти все же жалились и подарили Роману квартиру в новостройке. Но, как выяснилось, здесь люди не живут, а выживают. Из-за плохой вентиляции житель дома, 75-летний Карим Тукенов, страдающий астмой, в подъезде находится чаще, чем в своей квартире. Из-за сырости ему там нечем дышать. Плохая вентиляция, обшарпанные стены, еще полбеды. У дома отмечен опасный крен, а это значит, что не сегодня, завтра здание может рухнуть. Правда, власти проблем не видят, с их домами-то все в порядке. Главное, услугу молодому спортсмену оказали, а что она оказалась медвежьей, уже никого не волнует.